На парадной нараде с уделом старшиней Гомельского облвыконка Майгеннадия Соловья обмярковывалась ситуация с нарыхтовкой и заховыванием кормов. Ситуация оказалась неоднозначной. Частка нарыхтованного псуеца и страшного якость. В экономичном плане это означает смягчение объемов отриманной живелогадочной продукции и финансовой страты, что напрямую уплывая на зарплаты работников. Тему доследовали наши корреспонденты. Акционерное товариство «Завидовское» в Дуброжском районе одно из лепших сельгаз предприемств. После лякин выпадку, в шмат яких инших господарках об таких выняках только марать. Хоть спыняться на досягнутым тут не збираються. В этом году часку травянистых кормов в першиню нарыхтовали по сучасной технологии с выкористанием пленки. Правда, спочатку пришлось укласти достатково значные сродки у небыцего необходимого обстаревания. На первоначальном этапе это затратно, а потом оно выходит с прибылью ввиду получения конечного продукта, продукции животноводства, то есть, который сказывается в привесах и в производстве молока. Плюсы от выкористания кормов нарыхтованных по сучасной технологии у Завидовским убачили худка. Якость оказалась настолько высокой, что отходы при кормлении живелы не застаётся у воголя, а надои стабильно высокие. С уликом того, что молоко у сельгаз предприемствах один из основных видов продукции, это особливо важно. Поедают лучше, и отходов вообще нет с этого сенажа. И запах замечательный. Вот, поедаемость отличная. Якость нарыхтованных кормов постоянно контролируется специалистами районных и областной ветеринарных лабораторий. Порушению выявляется не то, а капшмат, але и выключениями яны не изъявляются. У самих сельгаз предприемствах их тлумачить у основным финансовыми проблемами, что приводит до невыконания технологичных потребований. Дорывшись с выкористанием той же плёнки, селита нарыхтована только крыху больше, как 10% сенажу. Хоть выкористовывать неякостные кормы, у керонюковых господарок худший за всём не отрымается. По выниках проверки ветеринарный урач подрыхтует рекомендации и обовязково проверить их выконание. Иншая справа, что лепшими кормы всё равно уже не станут. Контролируются показатели всенажной массы. Это масляная кислота, сухое вещество и нитритонитратная группа. Если показатели какие-то стороны ухудшения качества корма, значит, да, были какие-то нарушения при закладке корма. Межтым у Завидовским планують рухаться далей. У наступном годзе тут повели шесть пасевы кукурузы для кормления живёлы. А гэта значит, что необходимо выкористовывать технологии по якосным захованье зерня. Размова идёт перш за всё об выкористании так званых рукавоу. Лепши технологии по куль напыл на нема. Правда, зараз на Гомельшине и она выкористовывается не вельми массово. Исходя из той информации, которой мы владеем, и опыта работ других сельхозорганизаций, то тема очень интересна. И думаю, что можно в будущем рассмотреть данную тему и применить её в практике. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.